Здравствуйте, друзья! Верующие люди склонны везде видеть знаки во многих вещах. И вот я вам сейчас расскажу о знаках, которые буквально окружают современную Россию. Вы, наверное, слышали эту историю о том, как Соловьев со своими пропагандистами затравили другого пропагандиста российского, и он покончил жизнь самоубийством. Так вот, я скажу, что это совершенно не единичный случай. Вся новейшая история России начиналась с таких вещей и заканчиваться, наверное, будет такими вещами. Я не хочу хайповать на этой теме, потому что вообще человек страшный грех сделал, да, пошел на самоубийство. Но привлеку ваше внимание к таким символам, символическим вещам. Ну, таким образом, вот этот один из популярных пророссийских военных блогеров Андрей Морозов, который писал уже лет 20, а воевал с 2014 года, ну или, ну, воевал реально, который вел канал «Нам пишут из Янины». Не знаю, кто такие Янины. И, как сообщили сегодня ряд Z-блогеров, точнее подтвердили, что в своем предсмертном обращении вот этот Морозов обвинил фактически Соловьева за травлю, как он сказал, политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым, главным пропагандистом России. Наверное, самым главным, через которого сливают всяческие месседжи бешеные кремлевские, которые прямо так сказать нельзя, но все понимают, что Соловьев в какую сторону там вопит, значит, получил задание. За что его травили? Следует сказать, что этот Морозов участвовал в войне со стороны террористической ЛНР, а затем в качестве военнослужащего 4-й мотострелковой бригады позывной Мурс. И вот этот вот позывной 18 февраля, каких-то, получается, 4 дня назад, опубликовал пост, в котором сообщил о том, что на Авдеевском направлении, на Авдеевском отрезке за 4 месяца погибло 16 тысяч россиян. То есть, если с ранеными, то, понятно, потери можно умножить в 2 или в 3, скорее, в 3 раза или даже в 4. Соответственно, потери достаточно большие, больше, чем в Афганистане. И эта публикация вызвала критику в других подобных каналах, а также среди вот этих бешеных соведущих Соловьев Лайф, или как она там называется. Они на него гавкали просто страшным лаем. Вот зачем-то на него гавкали. Какая-то женщина с таким воплем буквально сказала, что у него ряха такая, какая-то вот эта визжащая тетка, что ряха такая, с ноги бить не промахнешься. Соловьев тоже что-то там вопел. Другой, который какой-то сказал, что Сталин его бы расстрелял, при том, что этот Морозов сталинист. Но вообще Шойгу в этот же день доложил Путину, что Авдеевка была взята при минимальных потерях вообще. В век информации, в век, когда это все видно, эти горы трупов с беспилотников огромное количество. Соответственно, это все выглядит таким же бредом, как и заявление Шойгу о том, что он зачистил крынки. Зачистил, но что-то туда приезжать не хочет. И потом этого Морозова вынудили снять его пост. Он написал в своей предсмертной записке, сегодня товарищ полковник, по вашему приказу, меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала, а вас заставило отдать этот приказ. Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность, не удалит, не дадим снабжения, снарядов, коптеров, новых танков и БМП. Интересная сама по себе история, потому что, как говорится, жаба с гадюкой здесь сошлись. Он, вот этот Морозов, как говорят, идейный, такой лидер национал сталинистской группы Красный Блицкрик. Представьте себе, закидывал помидорами когда-то Илью Яшина, который сейчас, по-моему, Яшин сидит, да. Но и вот такая вот история о знаках. Теперь, если вы помните, прямо перед большой войной, прямо перед большой войной, выпрыгнул в окно основатель российского националистического интернет-издания «Спутники погром» Егор Просвирнин. Кстати говоря, именно он начал задвигать вот эти истории о русском мире. Ну, это еще до него начали там задвигать, но он это поднял вновь, так сказать, вынес эту пену. То есть, фактически, эту терминологию ввел. И что он сделал? Обкололся кокаином, еще какими-то наркотиками, еще какими-то транквилизаторами, ну, какими-то таблетками. Короче, два наркотика, куча таблеток. И перед падением выбросил из окна ножи, газовый баллончик, кричал и голый выпал, да. Ну, короче, белочка какая-то за ним явно бегала. Это все прямо перед большой войной, то есть где-то два года назад. И этот просвернен тоже интересный представитель вот этого русского фашистского движения, основатель националистического интернет-издания «Спутники Погром». Почему так называется? Потому что ему показалось, что это, мол, русская, русская. Погром, да, русский, не скрыть. А спутник дульки, фигушки, как говорится в России. Спутник, он украинца Королева, украинец Королев спутник, а россияне погром. Убежденный националист этот просвернен, поддерживал аннексию Крыма, горячо приветствовал так называемое освободительное движение в Донбассе, а по сути спайку между российскими диверсантами и местным криминалом. Но позднее он стал, кстати говоря, предвекать России гражданскую войну. Я думаю, что все рухнет, рухнет не только Новороссия, рухнет Российская Федерация. И Америке, кстати говоря, он тоже предсказывал, что она все, Америка все, Российская Федерация все. В отличие от этого Морозова, который покончил уже с самоубийством недавно, вот этот просвернен, сам на войну не пошел, других призывал, сам не пошел. Почему не пошел? Сказал, что у него 150 килограмм весу. Что вообще-то в армию, если бы он пошел, возможно бы и похудел. И, наконец, еще один знак. Знак интересный. Тоже о деятелях этого русского мира. В конце 2013 года в разгар Евромайдана появилось в интернете интересное видео. Видео состояло в том, что какой-то пьяный мужик сидит сверху на трубе и цепляет флаг. Но тогда никто не знал, что это за флаг ДНР, да? Вот. Да и сейчас никто в мире не знает. Легче с ветеринарным паспортом путешествовать, чем с паспортами этой ДНР. И, соответственно, мужик там сидит на этой трубе высоченной. А потом видно, что он бухой и падает, шлеп так сильно обземлю. И даже под это в 2014 году уже во время боевых действий подводили под это россияне такой звуковой ряд сзади, что вроде бы как бы его кто-то снайпер подстрелил. Но в действительности это видео появилось раньше. И там ясно, собственный интершум, никакого снайпера, просто мужик бухой упал с этого. Ну, российские спецслужбы доверили местным агентам. Местные агенты наняли местного пьянчужку и отправили его вешать флаг несуществующей ДНР. Вот он туда залез, но задание почти выполнил, но бросился вниз. Это все было снято и выложено в интернет. Вот так начиналось русский мир, да, вот так, такими вещами. Так оно продолжалось при этом при свернении. И так оно сейчас заканчивается с этим Морозовым. Фактически мы видим, что злоба россиян, она сжирает их самих, почему, потому что есть такое правило у Канта, кстати, у Канта, которого русские, как оказывается, не любят и считают, что он виноват в войне. Не они со своими преступлениями, а Кант, Эммануил Кант, так сказать, который преподавал в Кёнигсбергском или Калининградском, как говорят сейчас, россияне университете. И вот он говорил, что кара за преступление начинается в момент преступления. В момент преступления. Вот. И от злобы, переполняющей россиян, они уничтожают все вокруг и друг друга. И скоро начнут уничтожать сами себя. И вот это прогноз этого просвернена о том, что Россия развалится и Новороссия. Это, конечно же, очень интересная история, потому что он знал, о чем, наверное, говорит в данном конкретном случае. Будут ли в России те, кто спасется? И что там вообще будет? Там, скорее всего, будет резня между россиянами, которые настолько ненавидят всех вокруг и друг дружку, что они просто не удержатся, чтобы это не делать. Они и сейчас особо не сдерживаются. И криминальная хроника об этом очень ярко свидетельствует. Да, и других различных историй масса. Но среди россиян все-таки случаются и другие люди. Во-первых, те, кто умотал, да, как тот поросенок на тракторе, да, взял чемодан и свалил в страну нормальную. Такие россияне есть, их очень много по миру. Они пытаются ассимилироваться, да. У них не очень это получается. Но многие из них искренне пытаются раствориться и забыть о том, что они из России. Но есть и другие люди, которые активно сейчас, немножко они светятся. Их не так много, но свет от них достаточно яркий. И вот пришла суперновая информация буквально только что. Немецкое издание CDF сказало, что высокопоставленный офицер ВКС России предупредил Украину о том, что планируется первый удар гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по Украине. И благодаря этой информации украинцы смогли ее перехватить 4 мая. Это тогда, помню в этом мае, Путин, когда увидел, что его кинжалы, ну и калибры и все остальное перехватываются. Он начал просто буквально обстрелы массовые проводить там по 100 ракет через неделю. Вот. И это офицер по боевому управлению ВКС Минобороны России с первой формой допуска. То есть допущенный к информации уровня совершенно секретной особой важности. И он предупредил, что готовится первый удар по столице Украины в ночь на 4 мая. И дал точные координаты. НАТО задействовал протокол безопасности. Военные в Украине оперативно развернулись в систему ПБУ «Патриот» и впервые сбили кинжал, защитив жизни сотен киевлян. Сообщает ЦДФ. Правозащитники уверяют, что помощь этого офицера была добровольной и бескорыстной. ФСБ попыталось его схватить, но военный успел сбежать за границу. И согласился дать показания Международному уголовному суду. Сейчас он проходит по программе защиты свидетелей. И уже соединили его с офисом прокурора Международного уголовного суда. И соответственно того суда, который засудил Путина как военного преступника. И он уже находится в программе защиты свидетелей. Очень интересная история. То есть с этого Титаника российского выпрыгивают авторы вот этой злобы. Они выпрыгивают в окна и что-то им там происходит. Вот этот Морозов застрелился. То есть злоба сжирает. А некоторые, они как бы из этого Титаника пытаются убежать, убежать на ковчег цивилизованных стран, цивилизованных народов. У которых есть чувство человечности, да. Вот. Но в России таких называют общечеловеками и презирают. Так поэтому фактически у россиян два вектора. Один вектор вниз, а второй вектор вверх и в сторону от России. Поэтому, друзья, знаем эти простые факты. Кто-то скажет, что это просто набор фактов. Ну да, бывает такое. Но другие люди видят в чем-то смысл. Пытаются во всем увидеть какой-то смысл. А для кого-то мир просто хаотическое накопление каких-то историй и фактов, которые совершенно не связаны между собой. Но Кант учил, что мир связан в окончательном итоге. Собственно говоря, и все религии, почти все этому учат. Что преступление, от кара за преступление начинается уже в момент его совершения. Поэтому, друзья, знаем, куда идет Россия, куда плывет русский корабль. И подписываемся на мой канал. Не забываем ставить лайк. Не забываем распространять это видео. Если у меня будут еще какие-то интересные истории, я буду с вами делиться. С Богом, друзья. До перемоги.